В год по сотне спортивных площадок планируют возродить в Красноярске. Сегодня губернатор края и глава Красноярска проверили строительство двух крытых катков. Кто сможет заниматься там бесплатно, выясняла Екатерина Павленко. Здесь уже завершился монтаж фундамента. Строители укладывают последние кирпичи. Этот крытый каток появится в Октябрьском районе. Он сможет принять на льду до 50 спортсменов в день. Двери открыты и для людей с ограниченными физическими возможностями. На втором этаже предусмотрено три зала. Зал силовой подготовки, зал хореографии и зал разминочный. А робики, можно так сказать. Вот одновременно помимо занятий на льду, могут заниматься юные фигуристы, разучивать какие-то свои элементы. Строительство этого объекта завершится в конце года. Последние штрихи отделочных работ остались и во дворце спорта «Сокол». Здесь также предусмотрена ледовая арена. В ближайшее время планируют залить каток. Он сможет сохранять температуру до минус 11 градусов. Однако на строительстве одних крытых катков городские власти останавливаться не намерены. Бассейнов не достает в городе. Но сейчас строится бассейн технологического университета, который будет работать не только в учебной программе вузы, но и будет также общедоступным. Будет в ближайшее время начато строительство бассейна на улице Калинина. Причем покататься на коньках или поплавать в бассейне смогут все желающие. Школьники и студенты бесплатно. В Крае прилагают все усилия, чтобы сделать спорт массовым и доступным. Мы смотрим на развитие массового спорта по всему Краю. И последняя статистика, которая была, где Красноярск вошел в Красноярский край в число передовых территорий по количеству занимающихся регулярно массовым видом спорта, именно свидетельствует о том, что такие объекты появляются не только в столице Края. Новые спортивные комплексы вскоре появятся в Лисосибирске, Канске, Сосновоборске и других городах. В Красноярске каждый год будет появляться вблизи многоквартирных домов 100 спортивных площадок. И это не случайно. Сейчас в Красноярске делается все, чтобы завоевать право на проведение зимней универсиады в 2019 году. Поэтому спортивные объекты будут и строить, и реконструировать. А это значит, что у нас есть все шансы, чтобы зимние игры состоялись именно в Краевой столице. Екатерина Павленко, Григорий Зимин. Вести Красноярск.